Судогодец против Газовика. Эти команды вышли в финал не случайно. Спортсменам удалось показать лучшие результаты в предыдущих играх турнира. Еще на открытии соревнований 5 января губернатор Александр Авдеев пожелал победы сильнейшим. Также глава региона отметил, что для Владимирской области большая честь принимать участников золотой шайбы. И это не только престижно. Всероссийский турнир мотивирует владимирских спортсменов на достижение высоких результатов. Чем больше людей занимаются, чем больше мы внимания привлекаем, чем больше мы более конкурентные условия создаем, то есть чтобы проверить свои силы не только внутри области, но и с командами из других областей, тем выше профессионализм, мастерство наших тренеров и наших ребят, которые выбирают хоккей как основной вид спорта. В этом году турнир золотая шайба прошел в 22-й раз. Его основателем был легендарный советский хоккеист Александр Рагулин. Когда он провел первое соревнование в Судокде, в городе был всего один уличный корт. С открытием современного ледового дворца появилась возможность проводить тренировки на самом высоком уровне. Все-таки наличие дворца сказывается и свое значение имеет, когда есть возможность тренироваться в круглогодичном режиме. Замечательная игра, достойная победа, яркая, очень много захватывающих моментов, зрители в восторге. Финальная игра началась напряженно. В первом периоде противники из Тверской области дважды забили в ворота команды «Судогодец». После перерыва хозяева сравняли счет и стали опережать друг друга по очереди. Болельщики с азартом поддерживали земляков. Лишь в последнюю минуту стало ясно – победили судогодские спортсмены. Игра завершилась со счетом 5-4. После первого периода счет был 1-2, «Газовик» выигрывал. Но мы зашли в раздевалку, сказали, парням надо собираться. Столько народа пришло на нас посмотреть. Нужны эмоции какие-то. Просто так нельзя отпускать игру. Все настроились, выиграли, победили. Увидеть финальную игру турнира приехала вдова легендарного хоккеиста. После смерти мужа Ольга Рагулина продолжает развивать его дело. Она уверена, в этом чемпионате Александр Рагулин болел бы за судогодцев. Я рада, что все случилось. Это то, что Александр Павлович задумывал, чтобы здесь был дворец, и чтобы победила команда судогодиц. Вот сегодня, вот там на небе, я думаю, что он был счастлив. Как отметили организаторы, на турнире достойно выступили все участники. Хоккеисты из города Кимры Тверской области стали серебряными призерами соревнований. Бронза досталась команде Болтач из Татарстана. Алексей Дудин, Мария Гончарова, Андрей Беляков.